Выбежал вот в этом месте, сделал тут несколько фотографий, потому что тут очень много техники, какой-то полицейской и военной накопилось, ну просто как бы пробегая, сделал несколько кадров. Я побежал спокойно дальше, пробежал два квартала, и на меня набросились и повалили в асфальт лицом. А затем несколько часов держали в служебном автобусе полиции, как выяснилось, переломанной ногой. Позже в отделении, где до вечера не передавали врачам. Так, 27 июля закончилась утренняя пробежка по центру Москвы для дизайнера Константина Коновалова. В этот день у здания мэрии была запланирована несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. В сентябре Коновалова оштрафовал Цавеловский суд за нарушение закона о массовых мероприятиях. По данным правоохранительных органов, он активно принимал участие в несогласованной акции, выкрикивал протестные лозунги, за что и был задержан. За три часа до начала акции. То есть 10 тысяч рублей штрафа и сломанное колено в дополнение – это за пробежку. Я уже 11 человек нашел, у которых слово в слово рапорт совпадает с моим. То есть там якобы меня задержали за то, что я выкрикивал «Путин вор», там кого-то там в отставку, это наш город, меня даже не было на суде. Я уведомил суду, что я нахожусь в больнице на лечении, но на реабилитационном лечении уже в сентябре. Но суд это проигнорировал и просто без меня вынесли решение. Константин Коновалов рассказал, что восстановление колена продолжается до сих пор. Не исключает, что потребуется операция. Почти три месяца он не мог нормально ходить. Апелляцию по его штрафу за якобы участие в акции до сих пор не назначили. Параллельно Коновалов вместе с адвокатом Федором Сирошем пытается опротестовать действия полицейских, сломавших ему ногу, считая это необоснованным применением силы. В следственном комитете нарушения не нашли и отказали в возбуждении уголовного дела. На сторону ведомства встали и в Тверском суде, где Коновалов оспаривал отказ. Основная часть решения суда о том, что руководитель следственного органа сам определяет достаточность в поданном заявлении оснований для проведения проверки и возбуждение или отказ за возбуждение уголовного дела. Поэтому по факту получается, что следователь, не увидев в нашем заявлении большие жирные буквы о том, что совершилось преступление, посчитал, что там нет преступления и рассмотрел это не в соответствии с уголовно-процессуальным законом, а в соответствии с законом об обращении обычных граждан. Ваше заявление рассмотрено. Спасибо, что были с нами. Московский городской суд 18 ноября на апелляции подтвердил решение Тверского суда. По оценке Коновалова, все заседание от начала рассмотрения жалобы до вынесения решения заняло около 15 минут. Сиреж сообщил, что полный текст решения суд еще не предоставил, но адвокат предполагает, что постановление будет очень похоже на решение Тверского суда. За резонансным делом первого задержанного в день акции за честные выборы обещали следить в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовывал суду вопросы журналистов о штрафе для пострадавшего. Сами решения суда Кремль по-прежнему не комментирует. Граждане в установленном законном порядке могут защищать свои права, что они и делают. При несогласии на каком-то этапе есть возможности апеллировать и так далее и тому подобное. Поэтому здесь мне нечего добавить. Мы не можем комментировать судебные решения. Константин Коновалов с адвокатом будут дожидаться мотивировочной части ответа на жалобу от городского суда. Последняя надежда на Европейский суд по правам человека. Мне даже смешно от того, какие решения они выносят, потому что видно, что глупость какая-то. То есть ты очевидные вещи им показываешь, говоришь вот так-то, 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 вот наши показания, вот наше свидетельство. Они на это все не смотрят и выносят решение под копирку. И мы пойдем в Европейский суд. Иван Воронин, Алексей Зыков, Радио Свобода, Москва.